На этот раз на прием к Константину Затулину пришли более десятка сочинцев. К решению проблем депутат приступает сразу же, выходя на связь с руководителями различных структур, ответственных за решение вопроса. Наталья Мурзина приходит на прием уже не в первый раз. Еще в прошлом году она просила депутата помочь отстоять земельный участок под спортивную площадку, который через суд пытался присвоить местный предприниматель. Благодарим все мы, жители поселка. Нас таких более 300 человек. У нас была спортивная площадка, которая только начинала свою деятельность, то есть ее еще необходимо дообразовать. И предприниматель, человек, который живущий рядом с площадкой, решил прихватить себе территорию в размере четырех суток, там с половиной. Суд первой инстанции выиграл, мы об этом узнали случайно, ну и пришлось включать все, что могли. В том числе депутата Затулина. И он нам помог. Успех в этом деле стал возможен благодаря участию активных общественников администрации города, краевой прокуратуры и Константина Затулина. Помимо помощи своим избирателям, депутат также старается держать их и руководство города в курсе всего, что происходит в Государственной Думе и может качественно повлиять на жизнь сочинцев. Вдобавок к этому продолжает лоббировать важные для Сочи проекты. По проекту сооружения в Сочи мусороперерабатывающего завода, ну в очередной раз вынужден сказать, что есть пауза, связанная с переформированием правительства и тем, что куратор этого проекта, вице-премьер Алексей Гордеев, это правительство не вошел, а как раз от него зависело вот в начале года представить согласованные предложения президенту Российской Федерации. Он готовился к этому, но в ближайшее время мы выясним, как с этим произойдет. Еще один проект, над которым работает Затулин, это присвоение Сочи статуса город трудовой доблести. Он внес в соответствующий законопроект поправки. Они позволят претендовать на это звание не только Центром оборонной промышленности, работавшим в годы войны, но и городам, где были сосредоточены медицинские учреждения, которые возвращали в строй раненых бойцов. Этот проект закона будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в середине февраля. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ.